ну и снова всем привет сегодня я хочу сделать из моего кусочка старого напильника значит кресала для кремушка и также хочу закалить режущую кромку на своем топоре для этого я приобрел такое вот импровизированное импровизированные меха на самом деле это матрас насос для накачки матрасов он работает по тому же принципу что и меха значит сюда в это отверстие засасывается воздух отсюда он выдувается благодаря двум этим мембранам горячий воздух с огня не будут за заходить в общем-то принцип работы очень даже простой в общем дальше я примотал сюда медную трубку медная трубка у нас будет заходить в огонь значит буду использовать угли в процессе буду вам показывать что из этого выходит пока никакой надобности вложить трубку огонь и не вижу потом когда уже закину сюда угли я конечно же засунулся трубку вот здесь прокопал канавку в принципе я одно время думал что трубка будет прогреваться до самого конца то есть до до мехов но я уже использовал эту трубку трубка не прогревается давайте покажем с разожгем огонь потом покажу что мне будет происходить дальше этих импровизированных мехов можно также довольно таки неплохо раздуть и наши будущие очаг сейчас вам покажу как все будет работать но довольно таки неплохо ну в общем то что вам еще пока не рассказать уголь я использую самый обычный который мы используем для наших техников на таких углях мы жарим значит шашлыки ну все пока я разжгу огонь потом покажу вам дальше что происходит а а ну в общем я думаю угли уже примерно готовы можно вставлять трубку поглубже брать наши заготовки начну я пожалуй с напильника сейчас я прогрею заготовку покажу до какой степени можно вот таким вот импровизированным поддувалом я его называю разогреть нашу заготовку в общем прошло примерно 30 секунд и пошел достал щипцы прикопал значит мою заготовку наше будущее кресало ну и давайте раздувать жалко что сейчас не вечер вы бы увидали бы довольно таки интересное зрелище как вы вырывается из центра моего так называемого очага с ног пламени ну я думаю что не совсем интересно на это смотреть давайте разогрею заготовку за секунд время и скажу и покажу вам саму заготовку до какой степени разогрел и скажу за какое время я ее прогрел в общей сложности прошло еще минутки-полторы я решил еще подсыпать немножко углей туда чтобы они полностью не прогорели и осталось еще еще остались еще угли иначе для топора давайте опять все раздувать в общем думаю пришло время прекрасно все будем ждать пока она остынет в следующем у нас пойдет топор теперь осталось мне закалит топор я уже сунул не полностью вот он торчит в общем я хочу закалит только режущую часть ну чтобы она подсыпая нового уголька единственная проблема я забыл дома емкость для воды или не даже взял с собой отработанное масло но забыл дома емкость теперь как-то придется его засовывать в эту бутылку с водой попробую это конечно сделать хотя думаю будет это не совсем удобно ну ладно давайте продолжим а а а а а а честно говоря даже очень доволен своим поддувалом этими мехами потому что раздувают они даже даже очень хорошо в принципе и они очень легкие довольно таки компактно или довольно таки просто переносить собой как и пеших походах таких небольших прогулках работают они как видите даже очень неплохо пришло время закаливать прекрасный цвет всё все 6 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Все, закалка прошла. Довольно-таки успешно, я думаю. Ну а там посмотрим. Заточим наш топорик и, конечно же, протестируем его. Все, осталось теперь дождаться, пока не мои заготовки полностью остынут. И можно будет выдвигаться смело домой. Водичка. Водичка и кипяток, кстати. Кстати, воду можно пить. Продезинфицировалась. Шучу. А пока остывает мой топор. Прогорает огонь. Давайте проверим мой напильник. Значит, я вам уже говорил, что чтобы его отпилить, я его отпустил. Он стал мягкий, я его отрезал. И сегодня я его закалил. Если я его нормально закалил, то должна высекаться искра. Искра высекается. Не знаю, было ли видно вам на камеру. Я лично видел искру. И неоднократно. Искры летят. Очень даже неплохо. Но если вам не было видны искры, я, пожалуй, еще, когда потемнеет, возможно, чуть попозже. А может, уже дома. Закрыл окна и покажу вам, что реально все прошло удачно. Ну, топорик уже практически остыл. Сейчас его немножечко сполосну и, в принципе, было собираться домой. Все, пацаны. На этом видео мой закончено. Надеюсь, было вам интересно. Ну, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok